Атамановцы, которые на протяжении нескольких лет дышали горящей свалкой за право жить вдали от мусора, сражаются уже не один месяц. Они устраивали собрание, писали письма губернатору, ходили на прием к чиновникам. По словам людей, больше всего их возмущает, что за все это время им так и не показали проекты полигона, который хотят строить рядом с поселком. Попробуем запросить ВОО полигона, знакомиться, что за проект вообще, с чего он, простите меня, сляпан. Мы тоже не знаем, ну хотя бы иметь представление, о чем вообще все говорят. Про какой такой супер модный полигон, который не будет оказывать никакого воздействия. Депутаты регионального заксобрания о супер полигоне не только слушали, но и смотрели кино. О будущем проекте капитального строительства ценой почти в полтора миллиарда рублей парламентариям рассказывали подробно. Поводом для такого собрания послужила просьба главы Читинского района Николая Селезнева перенести место для полигона. Считаем, что не все документы были истребованы. С момента разработки территориальной схемы, которая утверждена ВОО, участие общественности обеспечено не было. Однако выяснилось, что спорное место в Атамановке отвели под хранение твердых бытовых отходов не без участия Читинского района. Эту землю администрация муниципалитета передала под свалку еще в 2014-м. И вовремя против включения Атамановки в региональную схему не высказалось. Уведомление о принятии этой экспертизы было направлено всем соответствующим, в том числе и муниципальным образованием. Никаких замечаний, предложений о том, что полигон в Атамановке нельзя строить, не поступало. Зато сейчас за перенос места для полигона Атамановка выступает единым фронтом. Для начала жители поселка добились в суде отмены разрешения на временное складирование отходов на месте бывшей свалки. К нам обратилось краевое правительство с просьбой навести на этой свалке порядок. В течение двух недель порядок был наведен на свалке. Из того бардака, который существовал там в течение, скольки, восьми лет. Если бы вы не поняли вот эту вот шумиху, не закрыли бы схему временную с ТКО, эта свалка была бы рекультивирована за наш счет. А сейчас я не знаю, кто ее будет рекультивировать. Теперь свалкой будет заниматься муниципалитет. Правда, денег на это, а в месяц на ее содержание нужно порядка миллиона рублей, ни в Атамановке, ни в Читинском районе нет. А планы по сбору денег за ТБУ с управляющих компанией города к июню перестанут быть актуальными. С первого числа весь мусор должны будут свозить только на мусоросортировочную станцию. Уже до конца месяца все мусоровозы, управляющие, которые обслуживают жилой фонд именно города Читы, мы уже проговорили со всеми участниками рынка, то есть они уже все ни на какие полигоны не возят. Они все в рамках этого месяца до конца месяца зайдут на сухую пать 11. Поэтому можно предположить, что к лету Атамановка вновь будет терпеть рядом расползающуюся по окрестным лесам и горящую свалку, которой никто не занимается. И вы остаетесь вместе с населением ПГТ Атамановская один на один с этой свалкой. И ничего вы с ней не сделаете. И денег у вас нет. Потому что вы даже средства ПГТ Атамановские на честные не смогли запроектировать и так далее. У вас столько проблем, что вам не будет до этого дела даже. В мае на мусоросортировочную станцию отходы пошли все по той же региональной схеме утилизации. Главная беда Забайкалий сейчас в том, что прессованный мусор вывозить по сути некуда. Законных свалок в крае нет. Ивановка работала с 61 года. Как переходный этап она еще может свое послужить. Но есть акцент, надо сделать на новый полигон, потому что вечно она не может существовать. Другое место под полигон в Читинском районе найти можно. Но перевод подходящей земли из ведомства лесного фонда может занять больше двух с половиной лет. Имеет значение и расстояние от главного источника мусора – Читы. Жители поселка Атамановка, они не против полигона-то. Они против того полигона на том месте, который сейчас выбран. Вот она единственная. Я согласен. Давайте его километров за 200 сделаем и будут все довольны. За 200 сделаем и все. И завтра будут недовольны с тарифом. Сейчас проект Атамановского полигона проходит техническую экспертизу. После запланированы общественные слушания, на которых людям попытаются еще раз объяснить, что именно собираются строить в Атамановке. Однако вместе с этим все ведомства продолжают искать и запасные варианты для полигона. Что касается самих жителей, то они пока настроены радикально. Будем дальше разбираться, но на территории Атамановки, еще раз повторяю, мы их не допустим. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, Николай Шунков. ЗАПТ-ТВ.